Здравствуйте! Добро пожаловать на канал ЮТАРО. С вами Таролог Юлия. Мы сегодня с вами посмотрим, как он там поживает с соперницей. Нужно посмотреть ситуацию по треугольникам, потому что было большое количество запросов. Я также хочу поприветствовать новых подписчиков на своем канале и поблагодарить тех, кто подписан на меня уже давно. Я всем вам очень рада и очень рада буду помочь вам. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас с мужчиной на данный момент. Вот на сегодня. Какие у вас там отношения, на какой они стадии, что происходит. Еще не отошли от мужчины, но ценность в себе вы уже заявили. То есть вы уже сказали себе, да, вообще-то как бы я тут королева Пентакли, если что. Я тут вообще-то такая красивая женщина с короной на голове, трон у меня есть и в принципе мне и так нормально. Ну то есть, скажем так, я и с ним, и без него тоже из себя что-то представляю. И достаточно-таки сильная женщина. Здесь также четверочка кубков, вернее пятерочка кубков хочет нам здесь сказать, что вы женщина именно конкретно в этой женской колоде. Вы женщина, которая уже немножечко побаиваетесь мужчину, закрываетесь немножечко от него. Все-таки здесь немножечко есть такое отдаление и проявление дистанции. То есть показали ему, что от меня, пожалуйста, немножечко отойди на метр. Здесь также по двойке кубков есть еще чувства. Конечно, они не прошли, не закончились, никуда не делись. Но все же вы вот эту ценность свою осознали. И это очень важно. Мне нравится. Я в последнее время наблюдаю тенденцию на своем канале, что девчонки поднялись до императриц, королев и больше не сидят в этих каких-то, да, маленьких таких ракушках своих, а все из них повыходили и стали принцессами. Так, мои хорошие, принцессы-королевы, давайте смотрим с вами, что у него с соперницей дома на сегодня, что у них там происходит, как они поживают, что у них в доме, что у них. Понятно. Ну, сразу буду говорить. Там в основном, если честно, мужчина со своим жезликом, как я люблю говорить, да, пошел там туда и, скорее всего, он там имеет какие-то обязанности. Мужчина там вкалывает день и ночь, кстати, зарабатывает деньги. Женщина там очень ориентированная на финансовую сферу. Посмотрите, пожалуйста, она там себе мечтает, как у нее будут пентакли эти сыпаться. Тут эти сундуки с сокровищами. Просто, знаете, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем, называется. Да, тут король, вернее, рыцарь Жезлов. А рыцарь Жезлов такой товарищ, я вам скажу, что я вам могу сказать. Такой, скачущий напролом. Вот здесь вот, да, даже, тут, кстати, колода очень необычная. Здесь товарищ на коне скачет по воде. А по воде-то тяжело бежать вперед. Хоть и с Жезлом с этим, да, но очень тяжело как-то. Женщина там на таких вот, знаете, параметрах, я тебя люблю, да. Ну вот, юная принцесска такая, скажем так. Даже если вы смотрите, знаете, что у вас не юная такая, да, соперница, то здесь по-любому, сто процентов, женщина такая, которая пытается молодиться как-то вот, как-то, да, так странно себя ведет. Вот у кого-то здесь проиграются дети, да, дети, семья, там, обязанности. По четверочке кубков здесь потери какие-то идут тоже в семейном плане, в плане любви. Женщина играет в эту любовь, но вот на самом деле понимаю, что постель ее холодная, одинокая достаточно, а здесь женщина грустит. Да, то есть, если вы даже жена, вы проживаете с этим мужчиной, то постель ваша одинокая. Вы понимаете, что он потихонечку ускальзывает, да, допустим, от вас. Это то, как у вас проиграется это, да. Если вы любовница, то здесь в семье очень неприятно, к сожалению, у них там все, или к счастью, да, для кого как. Вот, дальше смотрим, что там у него, какие чувства к ней для начала посмотрим. Его чувства к ней. Вылетела сама карта, давайте еще доложим. Его чувства к ней. Его чувства к вам. Огласите весь список, пожалуйста. Огласите весь список, пожалуйста. Так, еще один, да. Ну что, интересненько, да. Хотите узнать, что у них там за чувства? Чувства нет, тут больше она держит мужчину силой, да. Сила, это может быть финансовые привязки, потому что там женщина, помните, да, в начале, что я вытянула, что там женщина больше на финансовый план подвязана, да. Здесь пентакливый туз идет. Эта женщина, она реально очень сильно, там, по финансам, очень сильно. У нее расчет земных благ, для нее это очень важно, да. Чтобы было, что одеть, чтобы была ювелирка, тянуть из него до последнего, да. По максимуму выжимать мужчину. Эгоизм здесь, да, у обоих партнеров там нету какого-то там тепла, да, скажем так, такого, на котором строятся здоровые семейные отношения. Опять-таки, это именно конкретно в комбинации данных карт. Дальше, его чувства к вам. Сейчас мужчина как-то, вот, в прямом смысле слова, нервничает, злится, да. Мы здесь не привязываемся к стихиям, мои хорошие. Мужчина нервничает, злится, ревнует, скорее всего, вас в данный момент. Здесь еще так, что такое впечатление, что вы кому-то еще и внимание проявили, да. И он тут сильно волнуется, чтобы вы куда-то не ушли. Тут ревности сильные, кстати, девчонки. Дочка Пентакли здесь, он думает, что вы на выборе, что вы можете уйти, да. Здесь, скажем так, что вы можете закрыть двери, либо вы уже закрыли, потому что вы здесь уже в дверном проеме, да. То есть, вы как-то мечтаете все об этих отношениях, но все как будто это уходит, утекает потихонечку, да. К сожалению, ну вот так вот. Как есть, скажем так. Что вижу на картах, то и скажу вам. Хорошо. Чувства еще я не вижу. Не вижу чувства к ней. Есть ли чувства? Отшельник, какие там чувства к вам? Чувства. Тройка жезлов. Знаете, тут человек более боится потерять вас, как свою, скажем так, хранительницу вот этих вот эмоций. Здесь мужчина живет эмоциями. Эмоциональный такой, да, скучающий по какой-то вот этой вот, скажем, стабильности какой-то. Это с вами как-то очень порядок вот в жизни какой-то есть, да. То есть, нету какого-то хаоса. С вами всегда все понятно. Вы четко, ясно и понятно объясняете человеку, что вы хотите, что вы можете дать, что вы хотите взять, да, и что вам вообще нужно. И что, как бы, ему надо делать для этого. У вашей соперницы здесь отшельник. Я спрашиваю про чувства? Нет, там про чувства даже не пахнет и не думайте, девчонки. Если думаете, даже у кого, кто жена и мужчина ушел, там чувствами не пахнет. Там вот по сексам ушел, если от жены по сексам ушел, точно. Потому что карта силы. А кто любовницы, здесь я скажу вариант такой, что мужчина с женой не имеет контакта уже. Может быть, кто-то даже вместе не спит. Давайте посмотрим. Будет он оставаться с женой или он будет с ней рвать контакты. С женой, с женщиной, которая живет, да, вы понимаете. Или будет рвать контакты. Девчонки, я вам скажу так. Он по семейной карте из семьи уходить не собирается. Это точно. Из семьи мужчина не уйдет. Конечно, точно-точно, но расклад общий. Вы про это не забывайте, что если вы смотрите все мои расклады подряд, то вы должны фильтровать для себя, выщипывать информацию, которая действительно именно для вас идет. Вы должны тоже понимать это. Туз кубков. Здесь, конечно, он еще будет хранить любовь к вам. И, конечно, под дьяволу у него привязочка. Здесь ничего нельзя сказать. И он в двойственности. Конкретный свой выбор. Вот сколько из расклада в расклад. Я надеюсь, хоть раз начнется у нас расклад, когда будет мужчина, который реально сделает этот выбор. Пока что он любить вас не перестанет. Он не перестанет дарить вам тепло эмоции. Но уходить из семьи он не будет. Почему? Это именно для любовниц, да, вариант? Почему? Или для бывших жен. Почему не будет уходить? Там закрыта ему дорожка на выход, девчонки. Там по дураку закрыты глаза у человека вообще. Там королева, там, вернее, принцесса мечей. Принцесса мечей у нас здесь. Такая дамочка, которая хочет отрубить ему все канаты с вами. Которая хочет построить вот этот вот забор перед вами, чтобы вы не могли войти вообще и быть рядом с ним. Здесь женщина знает о вас. Карта Аркан-Дурак. Нулевой РК. Она хочет, чтобы он вот с ней был. А Аркан-Дурак говорит о чем? Она пытается его обнулить. Каким способом? Это уже вы себе сами, да? Угадайте с трех раз называется. Будет ли он с вами в будущем все-таки? Это уже вопрос для всех. Будет ли он с вами в итоге? Девчонки, если вы любовница смотрите, либо бывшая жена, он будет тайно похаживать к вам. Верховная жрица. Тут, скажем так, мужчина семейный долг свой не предаст, остаться хочет с семьей. Хочет не хочет, а будет оставаться. Я опять-таки по карте мага напомню вам о том, что здесь женщина, которая удерживает мужчину нечестным способом. Это точно, потому что вот этот вот маг, он на дурака здесь накладывается, девочки. Здесь что-то есть такое неприятное. Мне, конечно, неприятно говорить это из расклада в расклад, но понятно, что в общем количестве, в общей массе моих зрителей по-любому будут люди, у которых есть магия. Просто такое количество людей, ну, я обязана сказать то, что я вижу. Я не могу этого умолчать как-то, понимаете? Это как бы то, зачем вы приходите на расклад за этой правдой. Тут очень многих привязочки неприятные. Там дьявол у нас падал вначале, это тоже ничего хорошего. Так, что вам конкретно делать в этой зависшей ситуации, в этой непонятке, в этой какой-то прострации, в ожидании? Что вам делать? Вам делать что? Выходить, да, из этих отношений, перестать дарить тепло и перестаньте питать этого мужчину своей любовью. Надо закрывать немножечко, для себя оставлять, посмотрите. Потому что вы все отдаете мужчине, он стоит такой довольный, 4 пентакли обнял здесь, конечно, вы ему все дали, всю любовь. Зачем ему разводиться? Он может и с женой быть, или зачем ему там с этой любовницей рвать отношения, если вы его и так ждете. Не надо ждать его, здесь ждать ни в коем случае не стоит. Здесь по колесу фортуны, да, дайте возможность судьбе как-то распорядиться, дайте возможность себе на новые какие-то отношения. Вы себя уже немножечко просто истязаете, понимаете, здесь очень тяжелая уже идет карта. Здесь реально уже просто вы так дождались, что уже здесь просто некуда ждать. Все, момент решения, момент принятия вот этих всяких решений крупных, да, крупного масштаба, судьбоносных решений. И рыцарь кубков, дорогие мои, у вас идет по судьбе новый мужчина, да. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание. Вот такие вот сегодня у нас были карты. Вот такой был сегодня раскладик, мои хорошие. Спасибо, что вы были со мной. Рада была вам помочь. Спасибо, что вы оставляете ваши теплые, прекрасные, приятные комментарии. Я душевно вас всех благодарю и желаю вам любви, 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 любви и счастья, крепкого здоровья вам. Всего доброго, увидимся в следующем ролике. До свидания.